Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Зритель выбирает любую карту из колоды. Запоминает ее. Фокусник прячет карту в середине колоды, затем берет другую карту, вставляет ее в специальную полупрозрачную рамку и демонстрирует зрителю. Пока что в рамке совершенно другая карта. Но фокусник просит зрителя подумать о своей карте и вуаля! Карта в рамке превращается в ту самую карту зрителя. И как всегда, секрет того фокуса мы узнаем в конце выпуска. Это радиоуправляемый вилочный погрузчик. Он полностью функционален, вилы съемные. Дополнительно в комплекте идут три европоддона и стрела крана. В одной игрушке мы получаем сразу два варианта. Это вилочный погрузчик и погрузчик-кран. Еще отмечу, что есть световые и звуковые эффекты. При движении вперед огни фонарей не просто горят, они начинают мигать. Сделано добротно, особенно доставляет обилие металлических частей. Многие элементы производят впечатление настоящих. Но что впечатляет меня больше всего, так это игра в War Thunder. Это драйвовый онлайн-экшен про военную технику. Взрывай самолеты, взрывай танки, взрывай корабли и вертолеты. Можешь даже сломать деревенский сортир чертовой соседской бабки. Неси добро и демократию на локациях по всей земле. Прокачивай управляемые ракеты и тепловизоры. Изменяй самолеты и корабли крутыми скинами, чтобы другие завидовали. И выкручивай топовый графон на максимум просто потому, что можешь. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и хватай козырные бонусы для легкого нагиба. Это приблуда для дрели шуруповерта. Вообще насадки для дрели были еще и в постсоветское время, но это скорее раритетные экземпляры, чем массовые. А вот китайцы уже подсуетились. Пришел инструмент быстро. В комплекте три разных пилки. Ключ-шестигранник для патрона, инструкция и сама насадка. Пилки разные по длине и зубу. Для быстрого реза дерева просто для реза дерева и для резки металла. Из серьезных минусов отмечу необходимость работы двумя руками. Неудобно, нужно искать третью руку или другие части тела для того, чтобы придерживать материал, который пилишь. Это колба для полива цветов. Странная эта вещь, однако работает. В колбу наливается вода и она втыкается в землю. Воду налить несложно, но надо делать это наклонно и тонкой струйкой. Затем нужно воткнуть ее ножкой в землю и потом можно заметить, как появляются мельчайшие пузырьки. Вода уходит в землю. Воткнули колбу и надолго забыли о ней. Только потом, через пару недель, поняли, что цветок выглядит лучше. И самое главное, что за две недели колба опустела всего-то наполовину. Это копия Доминатора из аниме-сериала Psycho Pass. В сериале пистолет считывает так называемый преступный коэффициент и может стрелять только в того человека, который представляет потенциальную опасность для владельца и общества. А модель этого пистолета имеет только подсветку и идеально имитирует процесс перехода в боевую готовность. Игрушка, как две капли воды, похожа на оригинал и, как говорил ранее, нажатие на спусковой крючок инициирует впечатляющую трансформацию. А это у нас часы на газоразрядных лампах. Выполнены очень качественно, с функцией будильника, с мелодией Бетховена и температурой. Температуру можно измерять, как комнатную, так и уличную. Для этого необходимо вынести датчик температуры за окно. Теплая разноцветная подсветка с функцией фиксации света отлично гармонирует с индикаторами. С одной стороны, это не безделушка, а рабочая вещь, а с другой, эта вещь диковинная и красивая. Кстати, очень быстрая доставка, 10 дней до Москвы. О, а это у нас необычный гаджет, который представляет из себя маленького робота-художника. С помощью крепления в виде опорного тросика он бегает по вертикальной поверхности и наносит рисунок. Выглядит это довольно привлекательно и не так скучно, как печатать на 3D-принтере. Картинка из примера на видео занимает у робота всего 15-20 минут. И самое важное, помимо того, что робот умеет рисовать на стенах, он также может и стирать свои рисунки, чтобы заменить их новыми. Отзывы хорошие, а цена немного кусачая, да и доставка очень долгая. Это электрический насос для велосипеда. При включении насоса устройство жужжит достаточно громко. Для велосипеда подходит отлично. Подкачал колеса без проблем. Скажу так, хватит накачать 4 колеса по 26 дюймов и колеса 29 дюймов по 2,30 бар. Интересная штучка, но, честно сказать, мы не сразу поняли, как им пользоваться. В комплекте есть книжка и по закону подлости есть все языки, кроме русского. Кстати, комплект богатый на все случаи жизни. Это миниатюрная зажигалка. Комплектация скромная. В простейшем пакетике два дополнительных уплотнительных кольца и пара сменных стопоров от черкаша. Не думаю, что эту зажигалку можно именовать модным тактическим титулом. От ветра она наверняка погаснет, от длительного горения пламени, металлические детали быстро нагреются до критичных температур, но с главной функцией комфортно воспользоваться огнем, эта малышка справится на ура. Это в некотором роде волшебное зеркало, глядя в которое можно увидеть интерфейс будущего. Оно представляет собой поверхность, которая может изменяться в трех измерениях, позволяя пользователю не только попробовать цифровой контент на ощупь, но и, к примеру, пожать руку человеку, находящемуся за сотни километров. В то время как мир все больше погружается в объятия сенсорных экранов, интерфейсы прошлого, все эти рычажки, колесики, кнопочки, постепенно становятся призраками цифровой эпохи. Порой китайские инженеры удивляют решением той или иной проблемы, придумывая для этого отдельное устройство. Это водяная помпа, приводящаяся в движение от шуруповерта или дрели. С нормальным насосом, конечно же, не сравнить. По своей сути, игрушка. Что-то перекачать литров на 10-20 без песка и грязи не более. Секунд за 30 перекачивает 20-литровую бутыль от кулера. Напор при этом неплохой. Шурик с максимальными оборотами 1800 справляется. И да, насос самовсасывающий. А это у нас фотохромные очки. Вроде живу в такое время, что пора бы перестать удивляться, но я до сих пор поражаюсь этому свойству линз. Под лучами солнца они затемняются. Затемнение бывает серое и черное. За рулем, кстати, хорошо выручают. От светлых до черных становится всего за секунд 15. Даже в пасмурную погоду на улице они темнеют. Некоторые знакомые даже думают, что я меняю очки. В комплекте жесткий футляр с карабином, мешочек и салфетка для протирки. Доставка занимает три недели. История такова. Решил, значит, прокачать свой ПК. И так получилось, что собрал по факту новый. Ну, думаю, раз поменяю уже и корпусы, и кулеры, да так, чтобы с подсветкой. Подошел к вопросу со всей ответственностью. Нашел данный кулер, он мне сразу понравился внешним видом и наличием RGB-подсветки. Прочел большинство отзывов и решил приобрести. Покупкой остался доволен. Компьютер отлично смотрится на столе и особенно в темноте. Мне очень нравится, когда на столе у меня что-то красиво светится и переливается. Это гелевая подушка. Стоит около 1000 рублей. Купил ее для знакомого. Весит он около 120 килограмм и ему такая подушка очень нужна. Она достаточно мягкая и чем жестче стул, тем лучше она работает. К началу подушка сужается, а у спинки она более толстая. Правда, его дочке, которая весит 55 килограмм, не понравилась. Она своими косточками чувствует переборки. Подушка пришла в черном чехле на молнии. Его можно снять и постирать. Мне кажется, чехол очень хлипкий, но выкройка простая. Сделать такой будет несложно. Шло около месяца, трек отслеживался и в РФ. С помощью этой карты и зубочистки можно разыграть своих знакомых. Положите зубочистку на карту и она начнет парить над ней. Подтверждение того, что ее ничего не удерживает, проведите другой картой над и под парящей зубочисткой. В конце трюка она приземляется на карту. Зубочистку можно отдать на проверку и подарить зрителю. Ветчинница, по сути, это пресс, который при помощи специальных пружин в процессе уваривания сжимает мясо внутри формы. Таким образом, объем готового продукта меньше становится примерно на треть. Куски мяса за время готовки склеиваются друг с другом и становятся монолитом. Но не стоит ожидать, что приготовленная ветчина будет похожа на магазинную. Это совершенно другой продукт. В случае с использованием, например, куриного мяса, готовый продукт будет больше походить по вкусу на руляду, чем на магазинную куриную ветчину. В данный момент можно встретить много различных гаджетов, в том числе и очень странных. К примеру, этот, который выглядит как ручка, но сочетает в себе 6 предметов. Обычную ручку, телефон, устройство записи звука, FM-радио, MP3-плеер, камеру и фонарик. Меню на русском, две симки, память на 16 ГБ и 4 стержня в подарок. Поначалу не мог разобраться, как включать. А надо было всего лишь снять защитную пленку с контактов аккумулятора. Упаковано на совесть. До Москвы долетела за 26 дней. Рюкзак с системой стабилизации. Такой рюкзак не сильно поможет на обычной прогулке, ведь работает он не на магии, а на физике. И весь свой потенциал реализует во время бега или быстрой ходьбы. Секрет кроется в особым пружинном подвесе между рюкзаком и лямками, выполненным в виде рамки с направляющими. За счет возможности скольжения по ним рюкзак гасит толчки, неизбежно возникающие при ходьбе или беге. Как и другие рюкзаки, этот снабжен множеством карманов, удобными широкими лямками с дополнительной фиксацией, а также поясничным ремнем. Это складной керамбитоподобный нож. Для того, чтобы раскрыть нож, нужно просто сжать его в ладонь. При этом клинок выезжает вперед и блокируется в раскрытом положении стопором на рукояти. В некотором роде раскрывание этого ножа подобно ножам с пружиной-доводчиком открывания. Встроенная пружина удерживает нож в закрытом положении, но как только нож немного сдвигается вперед, пружина доводит его до рабочего положения. Я бы не сказал, что это игрушка. Режет, стругает норм. Если смотреть на размер, то игрушка. Берешь в руки? Не, нихрена это не игрушка. Как ты думаешь, можно ли выращивать кристаллы? Нет? Хм, вообще-то можно и достаточно просто по специальной технике из этого набора. Растворяешь эти химикаты в горячей воде и даешь остыть до комнатной температуры. Затем опускаешь кристаллики в этот раствор и следующие несколько часов можно наблюдать, как они начинают расти. Уже через несколько дней можно будет увидеть первые результаты. Ну а через 5-7 дней ты станешь обладателем кристалла размером примерно в 4-5 сантиметров, который ты вырастил сам. На Алике просто невообразимый ассортимент силиконовых масок. Есть маска белого ходока, до боли жуткого клоуна и даже маска алкаша Толика с 5-го подъезда. А что, нормально так, купил маску и пошел банки грабить. Эй, погоди ты заказ оплачивать, а то сейчас все понапокупают масок и пойдут банки грабить. А потом на допросе спросят у вас кто инициатор грабления. А вы такие все дружно зайдете на мой канал и скажете «вот». Это восьмицилиндровый двигатель стирлинга, мимо которого я просто не смог пройти. И думаю, ты меня поймешь после того, как увидишь, какой он интересный. Сразу скажу, что выглядит он не так, как обычно. Восьмицилиндровый двигатель сделан в виде мельницы. Место для топлива находится снизу, его нужно налить в две небольшие колбочки, а после поджечь фитиль с обеих сторон и… вот он, двигатель стирлинга в работе. Это неоновые маски «Судная ночь». У них три режима свечения. Постоянный свет, медленно мерцающий и быстро, как гирлянда. Работает от двух пальчиковых батареек. Пластик не воняет. В реальности маска смотрится лучше, чем в видео. Блок питания издает легкий писк, но если надеть его сзади на пояс, писк не слышно. Трек отслеживался. Поразило качество упаковки, запаковано было превосходно. Заказом очень довольны, тем более за такую цену. Посылка дошла за 17 дней. Продавца рекомендую. Это линза, которую можно назвать своеобразным объективом, обладающим фокусным расстоянием в 70 мм. Другими словами, она зуммирует изображение и крепится к смартфону. Для чего же она нужна, спросите вы? Поиграться, конечно же. В свободную минутку можно просто взять, нацепить линзу и посмотреть на все с другого ракурса. И лично меня во многих случаях другой ракурс радовал. В домашних условиях, например, получить фотографии котейки намного легче и выглядят они приятнее обычных смартфонных. Галлий – это материал с низкой температурой плавления, всего 30 градусов, то есть плавится он от теплоты рук. Это его свойство показалось мне чрезвычайно интересным. Он непростой, блестящий, металлический и временами жидкий. Если проявить немного креатива, из этого металла можно воссоздать много разных штучек, к примеру, ложку. Стоит окунуть ее в теплую воду и она моментально растворится. Так же, как из ртути, из расплавленного галлия можно сделать бьющееся сердце. Подводя итоги, могу сказать, что из этого металла можно сделать что угодно, лишь бы была фантазия. Как ни странно, но представить нашу жизнь без обуви так же сложно, как и жизнь без одежды. Тем более, что именно обувь зачастую является свидетельством статуса ее владельца и его аккуратности. Даже если на парне мятые джинсы и футболка с затертым рисунком, ботинки должны сиять. Конечно, в мире придумано множество разновидностей обуви, но вот кроссовки с пальцами полностью перевернули мой внутренний мир. Ведь не каждый готов выйти на улицу в такой странной обуви. Некоторые считают, что это самая удобная обувь, другие же критикуют их внешний вид и ставят под сомнение удобство. Кстати, продавец прикольнулся и положил в подарок носки с пальцами. А это у нас ручная мини-дрель. Неплохой инструмент для сверления отверстий в платах. В комплект входит сама дрель и две цинги под разные диаметры сверел. Все детали металлические. Посылка дошла за три недели. Упакована она была в простой полиэтиленовый пакет без всякой пупырки. Ломать там нечего. Или почта плохо постаралась. Поэтому все пришло в целости и сохранности. В общем, как и говорил ранее, на мой взгляд, очень хороший инструмент и занедорого. Квадрокоптер в виде привидения. Квадрик поставляется в очень большой коробке. Внешне выглядит соответствующе. Все расписано в мрачные мотивы с черепами и черно-красными гнетущими цветами. Стоит включить подсветку на черепе, как сразу становится веселее. Время полета, правда, около восьми минут. Режим Headless работает исправно, а вот с возвратом домой косяки. Так пару раз позапускать прикольно. Подкрасться к кому-нибудь и напугать его до чертиков – тоже вариант. Штука прикольная, но не без своих недостатков. А это у нас небольшой прототип к творениям Тео Янсена – ветряные ходунки. Из названия сразу понимаешь, что передвигаются они под воздействием ветра. А вот поставляется это чудо в разобранном виде и собирать его достаточно сложно. В инструкции написано, что вначале необходимо собрать ноги, затем прикрепить их к каркасу и вставить лопасти. Вот только это на словах так просто, а вот процесс перемещения монстрика несомненно завораживает. Кстати, коробка не выдержала испытаний Почты России и пришла слегка помятой. Но внутри все цело и невредимо, да и ломаться там нечему. Это полуавтоматический беспилотный велосипед. Термин полуавтоматический означает, что контроль все-таки осуществляет человек, но удаленно. Он управляет скоростью и направлением движения через беспроводное подключение с помощью установленных на руль зеркал, которые транслируют потоковое видео. Велосипедные дорожки, появившиеся в последнее время, позволят беспилотнику перемещаться с меньшим риском для окружающих. Осталось понять, станут ли обычные велосипедисты уступать ему дорогу. Это пистолет, который стреляет резинками. То, чего мне 20 лет назад в школе не хватало. Качество отличное. Все фаски заглажены. Жаль, нельзя было раньше пересылать такие же модели, но для стрельбы спичками одно сверление и можно вставлять капсюль ЖВЕЛО. А здесь придется повозиться для переделки. Неужели кто-то ради резинок купит такое? Продавали бы еще и набор для переделки сразу. Больше бы покупали. Внешне эта расческа ничем не отличается от любой другой. Щетинки и прорезиненное основание. И все же есть у нее одна особенность, которая делает ее более функциональной. Она может послужить своего рода универсальной шкатулкой для разных дамских мелочей. Задняя часть расчески оснащена секретным люком, где прячется отсек, куда можно разместить разные мелкие аксессуары или заначку от мужа. Иногда зимой бывает очень опасно выходить на улицу. Особенно если снег подтает, а потом подмерзнет, да еще и дождичек в процессе пройдет. На улицах начинается форменный, извините, срокопад. На льду не поможет ни крутая подошва, ни природная сноровка, если такая есть. Пару-тройку раз за зиму ты свалишься или подскользнешься. Да и ходить на полусогнутых как-то не очень удобно. Оказывается, существует обувь с выдвижными шипами. В заднюю часть подошвы встроен откидной ключ. Приводишь его в боевую готовность, поворачиваешь и получаешь шесть шипов с коронкой. Это помощник для надевания носков. Да, поначалу это устройство может показаться безумным, но только не для людей с ограниченными возможностями. К примеру, один мой знакомый купил это приспособление для своей бабушки, и теперь она самостоятельно надевает и снимает носки, не наклоняясь к ступням. Тетя Таня, если вы это смотрите, ваш внук Анатолий просил передать вам привет. Что касается самого товара, со слов знакомого, упаковочная коробка была смятой, но содержимое в порядке. Качество нормальное, пластик, к удивлению крепкий, все гладенько и без заусенцев. В магазинах продаются множество разных клавиатур. Игровые, офисные, дешевые, дорогие, беспроводные. Эта клавиатура относится к беспроводным и без самой клавиатуры вовсе. Она виртуальная, размеры примерно 24 на 10. Работает очень быстро, точно улавливает каждое нажатие. Работает она на исключительно плоских и твердых поверхностях. Из минусов я заметил только отсутствие русской раскладки. Но я читал, что есть клавиатуры и с русскими клавишами, и даже с разными цветами лазеров. Это самый маленький смартфон. Он едва имеет размер двух спичечных коробков, но тем не менее, начинка у него более или менее нормальная. Если ты подумал, что в недостаток будет записан ввод текста, то спешу тебя удивить, на самом деле печатать текст на нем достаточно просто. Ошибочный ввод, конечно, не редкость, но все же я ожидал куда больший процент промахов. И, кстати, на нем можно играть в World of Tanks в 60 FPS на низких настройках, но я сомневаюсь, что это как-то отличается от удобства игры в GTA 3 на смарт-часах. А это у нас разметочная линейка. Между каждым отверстием 5 мм. Значительная особенность линейки в том, что на ней есть сквозные отверстия под разметочный карандаш. Это значительно упрощает работу. Находим отверстие в соответствующей шкале, вставляем перо в отверстие и рисуем нужную линию. Это игрушечная граната МК-3. В комплект входит сама граната и 50 шариков. Если шарики растеряются, их можно заменить на Орбис. Внизу есть специальный отсек, куда можно погрузить шарики. А потом, как и с любой гранатой, снимаешь чеку, бросаешь и граната взрывается. Эффектного взрыва, как в голливудских фильмах, не будет. И оно понятно, это ж детская игрушка. Вместо него ты увидишь, как все загруженные ранее шарики разлетаются по разным сторонам. Детям это нравится, а вот родителям нет. Им же потом это убирать. Этот забавный девайс остроумно и наглядно демонстрирует работу простейшего теплового двигателя. Состоит из двух стеклянных колб, соединенных стеклянной трубкой. Птичка медленно опускает свой клюв в стоящий перед ней стакан с водой, затем выпрямляется. Покачивается слегка туда-сюда, как будто собирается остановиться, но через некоторое время, словно набравшись сил, вновь наклоняется и макает свой клюв в воду. Так птичка может пить до бесконечности, пока при наклоне под ее клювом будет вода. Игрушка интересна и стоит недорого. Недавно у дочери моей подруги был день рождения. Она долго думала, что ей подарить, ведь сложно удивить ребенку, у которого дома полмагазина игрушек. И вот она нашла интересный и увлекательный конструктор Marble Run. Конструктор представляет собой сочетание различных элементов. Горок, трубочек, воронок, которые, соединяясь между собой, образуют трек-дорогу для небольших шариков. Шарики запускаются через верхние воронки и скатываются вниз по построенным тропинкам. Конструкция, конечно, замысловатая, но ее дочери понравилась. А это самое главное. Мой знакомый частенько при монтаже различных самоделок пользуется пластиковыми хомутами. Для сильной затяжки приходилось использовать плоскогубцы и отвертку. Потом он увидел на Алиэкспресс специальный пистолет для затяжки хомутов и решил заказать. Работать им просто. Вставляешь в прорезь хвост хомута, надавливаешь на спусковой крючок один-два раза и по достижении определенного усилия срабатывает встроенный нож и отрезает лишнее. Усилие можно регулировать. В ручке есть отверстие, через которое видны цифры настройки усилия. Итак, возвращаемся к нашему фокусу волшебная рамка. Как многие поняли, весь секрет в самой рамке. Она необычная, так как в ней есть кусок пластика, и если надавить на него, мы якобы видим карту, надавливаем с другой стороны, и рамка вновь становится прозрачной. А дальше, думаю, все понятно. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy A51? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! А вот и победитель конкурса из прошлого выпуска. Поздравляю тебя, смартфон твой. Напиши нам в ВК свой адрес, и мы отправим его. Ждем тебя!